Продолжим наше занятие. Мы с вами рассматривали изменения, да? И рассматривали в ходе этих изменений мы заодно и выяснили такое понятие, как «в себе бытие» – это равенство с собой. «Бытие для иного» – это неравенство с собой. И даже такое «в себе бытие», которое противостоит переходу в иное, «в бытие для иного», которое называется «в нем бытие», да? Или просто «в». И это нам позволяет, вот это обстоятельство, сделать, определить само определение. То есть слово «определение» вам давно известно, а понятие «определение» нигде в другом месте не найдешь, кроме как у Гигеля в науке логики. Вот в этом разделе, где речь идет об изменениях. Что такое определение? У Гигеля написано так, «Качество, которое есть в себе, в простом нечто, и сущностно, находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием». То есть сказано непонятно. Поэтому это надо как бы разжевать, разъяснить, рассмотреть. Значит, во-первых, определение – это качество. Качество. А дальше про него уже говорится. Которое, тыр-тыр-тыр-тыр. Как вот разбирать? Вот раз, вот, качество. Вот человек, видите, вот, если он умный, значит, это качество. Ум. Качество будет ум. Правильно? Но если сегодня ум, а завтра глупость совершил, послезавтра тоже глупость, и вчера глупость, так это вот, он только сегодня себя проявляет умным, или он должен постоянно себя проявлять умным? Это вот, то есть можно ли это качество отнести к в себе бытию? В себе. Качество, которое есть в себе, в простом нечистое. Вот если это относится к в себе, если это постоянное качество, тогда это относится к определению. А если оно случайно сегодня себя проявило, блеснуло умным, блеснуло один раз, и больше никак это не проявилось, то уже умным человека не назовешь. Правильно? То есть кать – это качество, которое сохраняется. Это во-первых. Во-вторых, оно не просто сохраняется, оно противостоит дурости всякой, если это ум. Потому что если он умный, а он этого не противодействует другому качеству, и человек сказал умное, а потом через несколько минут глупость сказал, то есть оно не противостоит иному. Вот это вот выражается категорией в нем бытия. Качество, которое есть в себе. В простом нечистое – в себе. То есть оно. И сущность находится в единстве с другим моментом, а нечто – с в нем бытием. Вот в нем бытие означает, что оно противостоит переходу в иное. Вот это определение. То есть, когда можно сказать, что человек по определению, вот это определение этого человека, что он умный. А если у человека какие-то правильные вещи говорит, но это не постоянно, это не в этом его равенство с собой, его легко сбить с толку, какой-то любой дурочок придет, ему какую-то глупость скажет, а он ходит и повторяет эту глупость. Значит, это означает, что у него определение, что он глупый или дурак. То есть определение – это вот такая серьезная вещь. Но Гегель говорит, что через раз, через в нем бытие совершается выход вовне к другому, к чему-то, то следовательно, через определение можно проникнуть во себе бытие. То есть, не только сам человек борется, скажем, с тем, что ему чуждо, а то, что ему чуждо, борется с тем, что в нем. И вся эта наша жизнь есть борьба. То есть, свое, так сказать, достойность, что нужно защищать, охранять, и воспроизводить. Правильно? И ум тоже надо развивать. Какой способ развивать ум? Если вы много книжек прочтете, кто вы будете? Ирудит будете. Работать куда пойдете? Что, где, когда возможно? В библиографу вы пойдете работать. Знаете, который придешь к нему, спросит, где это вот прочитать, где это взять? И он скажет, вот там, 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 там. Вот на такой полочке, в том шкафу, на таком этаже. Правильно? Вот у меня была такая история, вот когда я был примерно в таком возрасте, как вы. Вот иду я, как это, озадаченный тем, что надо читать, то читать, это читать. и прохожу мимо у нас, у нас комнатушки сидел австрофизик у нас, профессор Никитин Алексей Алексеевич. Как посмотрел на меня, он говорит, ты что-то, говорит, Миша, плохо выглядишь. Наверное, много читаешь. Я такой удивился, говорю, а что, это плохо? Да, конечно, да ты разучишься думать. И так они, а сам весь, вот книгами все у него уставлено все, и портфель из него вываливаются эти книги, такой старый портфель, прям вот так. Он идет вот так, держится, а не вот так. Я как-то так задумывался на эту тему. То есть мысль-то его была в чем? Что вот если у вас есть два часа, что нужно делать эти два часа? И вы занимаетесь, занимаетесь своим развитием, что нужно делать? Два часа читать? Или один час читать, а один раз думать? Один час думать. Как подступить? Созмещать. А? Читать и думать. Вот, наверное, сначала читать и думать, а если вы не будете думать, то это вот, это вот просто чтение, оно не привычает. Но еще чтение разное бывает. Чтение с конспектированием, когда человек анализирует, делает свои замечания, выводы, да? Вот они просто там, вот прошел, как в лес зашел, вышел из леса, все закрылось. Конспект сделать очень важно. Вот свои книги, которые вы читаете. Ну вот, мы разобрались, что такое определение, и разобрались, что такое изменение, и начали рассматривать вопрос о социальном развитии, да? Или закончили уже? Все знают, что такое? Сейчас мы проверим. Развитие – это что такое? Зачем смотреть? Не надо смотреть. Вы должны так знать, что такое развитие уже. Что такое развитие? Так, никто не знает, что ли? А как же мы будем развиваться? Как наша страна будет развиваться? А вы как будете развиваться? Может, мы не туда идем, не то делаем? Надо как-то определиться. Правда? Ну, давайте-то на этом остановимся. А то я тоже не очень помню даже. Думаю, раз мы не помним, надо нам здесь остановиться еще раз. Тогда я поставлю вопрос. Вот, значит, есть социальные изменения, с ним мы разобрались. Равенство с собой, неравенство с собой одновременно. Вот если вы не равны, а стали другим человеком, совсем другим, то есть уже не вы, то это не изменение, правильно? Если это не вы, ну, паспорт-то и все документики сюда дайте, правда? Поэтому речь идет о том, что вы должны быть и равны самой себе, то есть вы. И не так, что вы все время равны самой себе. Никакого продвижения вперед нет. Зачем тогда учиться в университете, если вы как пришли, так и равны, как были на первом курсе, так вот на втором, и опять так же, и так далее. И толку никакого нет. То есть ни в конях форм. То есть только тогда можно говорить об изменении. Я думаю, мы это усвоили все, да? Когда есть и равенство с собой, и неравенство с собой. И выхода нет. Потому что если есть только равенство с собой, это значит человек, ну, ничего, бесполезно ему занять. А если только неравенство с собой, то это хорошо, что он стал совсем другим человеком, но он буквально в смысле стал другим человеком, а того нет. Вам хочется, чтобы вас не стало? Не хочется. Ну, значит, вы должны быть равны самому себе. Ясно, что это вот формально логика такое не позволяет рассмотрения, потому что либо вы равны, либо неравны. А движение только так, вот и развитие, может быть, только изменение описано только как то, что имеется равенство с собой и неравенство с собой одновременно. Вот что это важно. Но, я скажу, вот вы изменяетесь, означает ли это, что вы развиваетесь? А? Не означает. Я могу развиваться, а вам не развиваться. Да, можете и не развиваться, да. Только не приходите, тогда на экзамен. Так, значит, значит, надо, если что, следующая категория, которую мы рассматриваем, социальное развитие, более богатая категория, она уже не ставит вопрос о том, что просто изменения. Изменения могут быть в сторону деградации, да. А что такое развитие? Развитие – это что? Это движение простого к сложному, низшего к высшему. Вот давайте, раз это так вот трудно усваивается, на этом еще раз остановимся, потому что это ключевая вообще проблема и индивидуального развития, и общественного развития, и технического развития, и физического развития. Там спортсмены, они же развиваются или деградируют. Но если они так развиваются, что потом кто-нибудь ударит этим самым, так что у тебя случился какой-нибудь болезненный припадок, то тоже ничего хорошего. Поэтому, скажем, большой спорт, он с одной стороны развивает, а с другой стороны несет всякие возможные недостатки. Я в свое время занимался спортивным туризмом, и у нас такая песня была, что всем известно, что туризм развивает организм. Закаляет организм. И сначала вроде как укрепляет организм. Сначала укрепишь, потом ты полетишь, в результате для здоровья получаешь шиш. Так что такое тоже может быть. Так вот, развитие, наверное, это не тогда, когда получаешь шиш, да? Когда что-то идет накопление чего-то, да? Причем накопление не негативного, а позитивного. И с превышением позитивного, негативного. Поэтому мы вот так с вами и определяли развитие. Развитие – это движение низшего к высшему, простого к ложному. Вот вы сами должны признать себя низшей по отношению ко мне или по отношению к себе, но на более высокой стадии развития. Правильно? Как бы вы сами себя считаете. Ну, я еще на низшей, низшей точке, я считаю… А если вы считаете, что вы уже в высшей точке, то предел все, ваше развитие законит. Вот у нее продолжается, потому что она считает, что это для нее еще мало, она подниматься будет дальше. А для вас все конец. Поэтому вроде кажется, что признать, что мы еще в такой низкой точке находимся, вроде плохо. Но не так-то и плохо. Потому что можно двигаться вперед. Так. Значит, развитие – это движение низшего к высшему, простого к сложному. Второе. И это движение от себя к себе. Это вот когда вы развиваетесь. Это не я развиваюсь, а вы развиваетесь. Вы не ко мне двигаетесь? Или, скажем, если вы на экзамен приходите, я проверяю, насколько вы развились, в плане изучения этой проблематики социальной философии, то я же не себя проверяю, я же вас проверяю. Или вам демонстрирую, что вот вы делали такой-то путь. Правильно? И прошли. А вы, если вы выдерживаете экзамен, вы выдержать будете экзамен или сдавать? А? Сдавать. Что вы хотите сдавать? Знания мне сдавать свои. У меня есть свои. Зачем мне ваше знание? Вы тоже будете сдавать экзамен? Или удержать будете экзамен? Сдавать. Сдавать. Это вот так вот, я представляю, вы так идёте со знаниями, как на блюдечке. Мне донесли, одно-то раз, и потекли. И всё. И ушли без знаний с экзамена. Или вы после экзамена придёте, и эти знания укрепитесь, и с этими знаниями дальше пойдёте. Это вообще, экзамен, это что, проверка знаний? Или сдача знаний? Что вы собираетесь сдавать? Вам не хотите себе оставить эти знания? Неплохо вы себе оставили, да? Или, а вы так не ощущали, что бывает, сдашь экзамен, и дальше уже. Как вы настроены? Ну вот, два человека уже здесь настроены сдать, и всё, уже спрашивают, же не будут, пока нового не будет экзамена, там, кандидатского на эту тему, тогда можно об этом забыть. А есть вот другое понимание издать. Пришёл на экзамен, это испытание. Вот вы выдержали испытание и пошли после этого с полной уверенностью дальше. Это же хорошо? Так будете держать экзамен или сдавать? Держать. Держать. А вы по-прежнему сдавать будете или сдавать? Тоже держать. Тоже держать. Ну, у вас это совсем другой разговор. Это хорошо же, выдержать экзамен. Человек укрепился, человек знает и проверил сам себя. Потому что экзамены для кого делаются и для нас, и для вас? Вы приходите на экзамен себя проверить или меня проверить? Почему меня проверять? Да я точно вам поставлю двойку, если вы не знаете. И точно поставлю вам отлично, если вы знаете. У меня никакого интереса вам поставить четыре нету. Ну, как вы думаете, мне лучше, когда у меня студенты пятёрки получают или четвёрки, или тройки, или двойки? Как вы думаете? Это же тоже так, наверное, так я преподаю, что у нас день тройки. Ну, что это такое? То есть у меня никакого в этом интереса. То есть вы приходите на экзамен, свои проблемы решать или мои? Ну, чьи проблемы вы приходите на экзамен решать? Ну, свои, конечно. Ну, свои. То есть вы проверяете. Чего в человеке сами это так устроено, что вы можете проверить? Вы изучали, изучали, потом пришли, а вам говорят, это не так, это не так. Ну, значит, это, кстати, откорректировать надо, сделать. Или наоборот, так, продолжайте в том же духе, хорошо. Так, ну вот, так что вот, это вопрос о развитии общей, развивается и государство, и общество, и отдельные люди, и коллективы, и развиваются события. То есть понятие развития – это наиболее употребительное понятие, можно сказать, что вся материя развивается. А почему у нас время в одну сторону? А потому что, если что-то изменилось, уже изменилась материя, это вот то, что было, и плюс еще вот это. То есть богаче стала материя, правильно? Еще какие-то события произошли в материи, кроме тех, которые были за всю ее историю. И еще события, значит, все время идет накопление, все время идет в этом смысле развитие. Поэтому нет просто движения, есть развитие. Но вы же наблюдаете, что при... Вы учили, учили, а потом забыли. То есть не происходит ли такого, что одновременно, по мере накопления, там, тех же знаний, что тут и теряется. Тем более за пять лет сколько можно забыть, а? Можно сказать, сколько можно изучить за пять лет, правда? Здорово. А сколько можно забыть за пять лет? Это сколько сдаешь, сдаешь. И так хочется забыть. Только что вот, только что сдали, надо бы забыть, чтобы не нервничать. Поэтому обратный процесс идет. Вот вы поели только что, вот позавтракали. У вас не идет процесс, все, скоро вы проголодаетесь. Разве не идет противоположный процесс тому, что был, да? Насыщение с одной стороны. Или вы сейчас вот моргнули. А глаза-то высыхают ваши. Вы опять моргнули, чтобы они не высыхали. А вы все время боретесь, чтобы они не высохли. Я вот заметил по вам. А ведь вы не будете моргать, они же высохнут. То есть сейчас это обратно. То есть вы хотите, чтобы там вам не до развития. У вас бы лишь бы они хоть существовали. Если бы не высохли ваши глаза во время лекций. И мне страшно. Скажут, что у вас за лекции такие, что у вас у студентов глаза высыхают. Вы еще меня можете подорвать тем самым. Это же ужас. Да. Или вот сейчас я заметил, вы вдыхаете. Это что значит? Наверное, у вас там идет процесс окисления и дозы. Вам не хватает кислорода, да? Может, хватает? Вы уже вдыхали. Чего вы снова-то вдыхаете? Вы уже вдыхали. И вы вдыхали. Чего вы так озабочены? Вы опять вдыхаете снова. Наверное, вы озабочены тем, что у вас идет процесс увеличения углекислого газа. И поэтому без кислорода вы долго не проживете. То есть вопрос всталов о жизни и смерти у нас стоит. Правильно? То есть вы так смотрите на меня. Какие занятия там? Какая-то философия, когда у нас все время вопрос о жизни и смерти стоит. То ли глаза высохнут, то ли вообще умрем сейчас без допуска кислорода. Поэтому надо вдыхать. Вот надо об этом думать. Прежде всего. А все остальное потом. Ну, в обед надо, конечно, пойти в столовую. Потому что без притока пищи долго не прожить. Сколько можно прожить без пищи? Вот новые какие-то политические деятели, либеральные, они объявляют голодовки прямо по 100 дней. Новые люди такие как-то. Или по-новому они голодают? Так голодают, что при этом что-то едят. Потому что пока еще неизвестно было, как можно прожить больше, чем 40 дней без пищи. Ну, вот государство считает, что вы можете прожить. У вас стипендия сколько? Недостаточно для того, чтобы прожить. Ну, вот поэтому считается, что вот вам стипендия. И оно удивляется самого государства. Говорит, я прихожу, он опять живет. Какой вывод? Надо еще сократить стипендию. Потому что никак от них не освободишь, от этих студентов. Уже, ну, стройные они стали все. Поэтому, как можно везде сказать, студент писает, что хочешь похудеть, узнай, какая у меня стипендия. Да? Или спроси меня, как писали. Ну, а тут можно спросить, какая у меня стипендия, и похудеешь. Так же получать. То есть, нету такого развития, которое бы не содержало в себе прямо противоположного движения. Правильно? Или есть такое развитие? Всякое созидание связано с каким-то разрушением. Всякое накопление связано с каким-то освобождением от того, что не нужно. И так далее. Вот. Поэтому в развитии мы обнаружили тенденцию прямо противоположную развитию. Чего эти лекции слушать? Все равно их забудешь. Ну, что, вы не знаете, что лекцию все равно забудете. А вы все равно сидите, так сидите, упорные какие. Какая-то бессмыслица какая-то. Чего это вот слушать, когда все равно забудете? Я сам-то забыл, когда какое читал. И вы забыли. А вы забыли. Мы с вами долго выясняли, где мы остановились. Это страшный меч, говорит, над нами. Меч такой висит. Все у нас, память наша выкидывает, а мы обратно тащим. Снова пытаемся удержать в своей памяти. Как называется такое движение внутри развития, которое противоположное развитию? Ну, название-то мы должны знать. Ну, все-то вы забываете. Ну, это-то мы должны запомнить. Хоть что-то мы должны запомнить с лекцией. Не с пустыми же руками выйти. Скажем. Спросят. Ну, и что у вас там было? Не знаю. Ну, что-то у нас, мы что-то... Как называется это движение противоположное? Вот мы уже его вывели, можно сказать. Как называется противоположное развитию в самом развитии? Развитие. Да, вот видите, есть у нас умные люди. Вот она и не забыла, она знает. Регресс. Вот. Регресс. Есть регресс. Значит, тенденция регресса, то есть развитие, включая в себя регресс. Про вас не скажу, но я лично умираю. Причем когда? А все время. Есть, конечно, рецепт не умирать. Знаете, какой? Могу вам выдать бесплатно. Не хотите умирать, не рожайте, не родитесь. Потому что всякий, кто родился, он... Ну, про вас все равно не буду говорить. Я про себя скажу. А я вот читаю лекции, думаю, овяюсь и умираю. О, жизнь-то моя еще прошла, еще на полтора часа сократилась. Она же не бесконечная жизнь, да? Это у вас бесконечная, у меня-то нет. Но мы уже с вами, между прочим, обдумывали этот вопрос, как стать бесконечным и вечным, так что нас уже не запугаешь. Правильно? Вот он уже думает, чтобы ему такое сделать, такое в жизни, чтобы все будут его вспоминать. Как фамилия ваша? О, это теория Кондрашова. По теории Кондрашова и все говорят, а вот Кондрашов бы сделал, и так далее. И тогда вы будете жить вечно. А как что вы там завтракали, ужин, это никого не интересно. Правильно? Это кроме вас. Причем ваш, как животному организму. Вам самому-то не интересно. Только отвлекает вас от книг, от наук. Товарищ Кондрашов станет большими науками, а ему приходится отвлекаться на поддержание своей жизни. Как животного организма. Ну, а что делать? Ничего не поделаешь, приходится. Так. Ну, а раз есть тенденция внутри развития, противоположное развитие, регресс, то, следовательно, внутри развития есть другая тенденция, которая противоположная этому регрессу. Правда? Как назвать тенденцию, противоположную регрессу внутри развития? Вот вы знаете, я слышу уже. Вот, видите, как там у них, это скамейка знающих, знатоков. Знатоки есть у нас. Вот. В желтой кофточке, знаете, что такое прогресс? А в коричневом платье, что такое? Это регресс, а тут, что прогресс? Красота. Значит, вывод какой? Вот вы как можете сделать комплексный вывод какой? Что развитие содержит в себе что? Регресс и прогресс. О, учитесь, товарищ Кондрашов. Прогресс и регресс содержат в себе развитие. Красиво, красиво как получилось, да? Не такое плоское такое развитие, идет, идет, идет само собой. Нет. То есть, для того, чтобы совершалось развитие, значит, я правильно понял, вот своим умишкам, что для того, чтобы совершалось развитие, надо, чтобы прогресс превосходил регресс. А если регресс будет происходить, превосходить прогресс, идет тогда умирание или болезнь, да? Причем это, мы сейчас говорим о частных таких вопросах, или это общая постановка вопроса для, и это верно для всего. Для каждого из нас. Что если у вас не будет, так сказать, внутренний такой прогресс, превосходить регресс, так вас же не будет, вы пропадете. А это жалко же будет. Вам самому жалко будет, что вы, и нам жалко, что вы пропадете. Как обеспечить-то? Для того, чтобы обеспечить, нужно всегда иметь какие-то критерии прогресса, да? Вот, скажем, даже в изучении. Просто вы изучаете, и что-то забываете. Вот я закончил математико-механический факультет. Как вы думаете? Получил специально, имею право преподавать математику. Я могу сейчас преподавать математику для тех, кто ее забыл. И это легко. Вот, допустим, сейчас я вас спрошу, точка, что такое? Простые. Что такое точка? Что? То есть для того, чтобы, знаете, как эти философы, это на философском факультете, в институте философии. Чтобы такую простую вещь, как точка, узнать, надо знать, что такое материя, и что такое малейшее, и что такое объект. Это с ума сойти надо, столько много. Что проще, точка или то, что вы наговорили? Это целый Монблан, вы наговорили. С ума сошли. Не пойдет. Кто-нибудь скажет, что такое точка? А что, вы точку не знаете, что такое? Ну ладно. Видите, я не зря же кончал математико-механический факультет, точка знаю, что. Но не скажу вам. Потом скажу. Сейчас знания за деньги продают. Надо подумать, нельзя ли это. Так, хорошо. Усложняем задачу. Прямая. Вы можете сказать, что это прямая? Не слышали такое? Прямая. Слышали? Ну что это такое? Иван Иванович, не выдавайте. Что такое прямая? Вы не знаете или скрываете? Товарищем-то расскажите, что скрывать? Правду. Как-то так говорит, не хочет говорить. А что вы не хотите? Не хотите? Ну хорошо. Может кто-нибудь знает, что-то плоскость. Вы знаете, что такое плоскость? Не знаю я. Ну вот так вот я преподавать могу математику. Значит, сообщаю вам, дорогие товарищи, это вы должны знать уже как философы, что самые простейшие категории не могут быть ни через что определены. Сама задача определить точку, плоскость и прямую невозможные. Через них можно все определить. Когда вы построите здание математики, вот то, что в начале там, в основе, вот это там будет точка плоскости прямая. Это неопределяемые понятия. В основании математики лежат неопределяемые понятия и аксиомы. Вот через одну точку сколько можно прямых провести параллельных данных. Так, у вас неевклидовая геометрия. Эвклидовая геометрия. У вас эвклидовая геометрия. А еще какое другое решение вопроса? Бесконечно много. А у вас лобачевского геометрия. Учитесь. Две геометрии существуют. Потому что две тысячи лет пытались доказать или опровергнуть это утверждение. Потом выяснилось, что нельзя доказать. Выяснилось, что это просто аксиомы. Можно такую принять аксиому, что только одну можно. Это будет геометрия эвклида. То есть вы как бы старше. У нее более молодая геометрия. Она и сама более молодая. Вот. То есть мы сейчас говорим о памяти. В памяти что-то может стереться. Хотя поскольку наш мозг тренируется, он может какие-то знания потерять, но этот уровень развития он уже так не потеряет. Он способен к тому. Вот у нас есть представители прогресса и люди, которые следят, чтобы не попасть в регресс. Это тоже представители прогресса, но смотрят, чтобы туда не ввалиться в эту историю. То есть тенденция прогресса и регресса есть во всяком развитии. И поэтому всякое движение вперед идет в порядке борьбы нового со старым. Вот мы эту диалекцию сейчас с вами и рассмотрим. Вот когда новое рождается, оно новое передовое имеет в виду. Не то, что новое, я так приду в какой-нибудь такой шапке непонятно какого цвета и с рогами. Вы такого еще меня не видели. Нет, имеется в виду. А вот новое передовое, но когда оно рождается, оно сильнее старого или слабее? Что, не знаете? Без полезного. Надо женщинам спросить. Ребенок, который рождается, он слабее матери или сильнее? Слабее. Ну что, не додуматься, не могли додуматься до этого. Не видели никогда маленьких детей? Ну вы такой большой, вот сегодня видите, вот новенькие маленькие ходят дети, да они еле ходят, а вы такой большой и не можете додуматься до того, что они слабее вас. Ну как вот непонятно. Что же вы слабее этих детей? Они считают, что все знают, а вы как раз считаете, что не знаете. Так, новое, но мы сейчас выводим то в общее положение, что новое, когда рождается, слабее старого. Ну раз оно новое, оно только родилось еще. Если это новая идея, оно у некоторых в головах, а у всех, правда? новое, когда рождается, новое, передовое, оно слабее. А есть систематически распространенный прежний принцип. Уже все его знают, все его придерживаются и так далее, вот это новое с ним сталкивается. Так вот, идет же борьба нового со старым? Прогресс и регресс борются? Борются. Раз новое рождается, передовое, то на первых порах кто побеждать будет? Новое будет побеждать старое или старое будет побеждать старое будет побеждать новое. Вот вы все такие сейчас молодые все, а я уже по отношению к вам старое, и я вас в такой дискуссии могу победить. Видите, очевидно, правда же? Почему? Ну просто потому, что уже сами понимаете почему. Поэтому новое проигрывает. такой печальный получается вывод, новое передовое в борьбе со старым первоначально проигрывает. Но если оно передовое, оно не пропадает. То есть я могу вас переспорить, но уничтожить не могу. То есть вы все равно начинаете. Что бывает, когда вы проигрываете? Что из этого получается? То есть если вы уже проигрываете, раз проигрываете, два проигрываете, у вас уже опыт накапливается. Только чтобы начать выигрывать, что нужно сделать? Даже в шахматы, если вы играете, да? Что нужно? Там раз сыграл, два сыграл, три сыграл, а потом раз и выиграл, потом раз и еще выиграл. То есть для того, чтобы начать выигрывать, нужно много боев. Правда? И вот такие, вот в этой борьбе на островском наступает такое время, когда новые начинают эпизодически выигрывать, а потом уже не эпизодически, а систематически выигрывать. А когда оно будет систематически выигрывать, то есть развернется, как новое передовое, оно и будет побеждать старое. Что я хотелось сказать сначала. Только не так быстро сказка сказывается, не скоро дело делается, как во всех сказках написано. Поэтому вот для того, чтобы как нам добро победило зло. Сколько это всяких приключений бывает, во всех сказках народных описано. Сколько мучиться приходится, чтобы добро победило зло. И так был счастливый конец. Ну вот конец счастливый в сказке, а на самом деле а в жизни что бывает? А в жизни только оно начинает побеждать старое, и уже становится вот это новое господство, передовое. появляется новое. Правда в другой сказке оно появляется, но все равно появляется новое по отношению к этому, более передовое. И кто тогда выигрывает? А вот это старое, раз оно давно уже стало новым, а новое старое, а оно выигрывает снова у кого? Вот у нового нового. И все повторяется сначала. поэтому я хотел вам сначала вот прийти и рассказать как конфликтологам, что скоро конфликтов не будет, все будет хорошо, все будет тихо, мирно, ни с кем вам не нужно бороться, все вам будет приходить само и приносить будет все, но потом выяснилось, что это будет все обман. То на самом деле и вся наша жизнь есть борьба. Не только наша, а вообще всякое движение вперед есть борьба, прогресса и регресса. Да? То есть развитие движения вперед, вот развитие оно однозначно определяется как движение низшего к высшему, простого к сложному. Так вот развитие осуществляется через борьбу противоположных тенденций или через борьбу противоположностей. А борьба противоположностей это что? Одно слово. Что? Нет, борьба противоположностей это что? Развитие движения низшего к высшему, простого сложного не надо я знаю что такое развитие. А вот борьба противоположностей это что? Не знаете? Конфликт. Конфликт тоже борьба противоположностей но конфликт это уже в обществе как конфликт у двух деревьев конфликта не бывает. Конфликт это уже форма борьбы противоположностей А борьба о противоположности – это что? Да вы знаете, только не хотите говорить. Вы что, договорились не говорить, что ли? Вы партизаны, вам сказали не выдавать. Противоречие это называется. Не слышали такого слова? А как вы понимали противоречие? По-другому, что ли? А вы не так понимали противоречие, как борьба о противоположности? Говорит, не спрашивайте у нас, что такое борьба о противоположности, мы конфликтологи. Ну так получается, довольно забавно. И скажут, ну что вы представили с этой борьбой о противоположности? Мы же изучаем конфликты. А вот там у вас подозрительно, а так уже подошла девушка к истине. Близко-близко стояла, совсем рядом. Так, но она-то не забыла, что она конфликтолог. А другие-то забыли. Значит, через противоречие, через борьбу о противоположности идет всякое развитие. То есть, только конфликтологи из всех философов на этом факультете могут рассказать на самом деле, что такое развитие, и объяснить, как идет жизнь. Потому что все остальные, они абстрагировались от жизни. Думаю, что идет спокойно, тишина, а мы-то знаем, что тишины не будет. Покой нам только снится. Идет, будут и конфликты, да? По разным проблемам. И надо их разрешать. По какой линии? Вы будете, когда конфликт развязать, с позиции регресса или с позиции прогресса будете? Она будет с позиции прогресса. Вы тоже будете. Но вы в позиции борьбы против регресса. У вас другая формулировка просто того же самого. Вот. Хорошо. Прогресс и регресс. А вот, скажем, кто такие реакционеры? Реакционеры. Они поддерживают регресс. А? Они поддерживают регресс. В целом. А у них не бывает ничего такого, что было бы... Они поддерживают регресс, а что-то они делают прогрессивное. Бывает? У вас люди чисто последовательные все. Они непротиворечивые люди. Люди-то тоже противоречивые? Или люди непротиворечивые? Ну, они в действиях, может быть, такое, что он в целом прогресс поддерживает, но где-то вот занял регрессионную позицию. Бывает? А прогрессивные люди не могут в каких-то вопросах занять? Реакционную позицию. Может быть такое? Регрессивная. Может быть. Поэтому вот мы не должны себе так эту картину представлять, что у нас такие все последовательные, а не только за прогресс. То есть они-то хотят быть за прогресс, но действие их не всегда совпадает с направлением прогресса. Наоборот. Там реакционеры. А что, они ничего плохого не делают? А реакционеры хорошего ничего не делают? Ну вот, к примеру, Черчилль. Он же руководитель крупной империалистической державы. Да? Раз. То есть он представитель какого класса? Рексплататоров, капиталистов. Да? Два. Проводил политику. Какую? Подавление слабых, по-моему, стран. Ну вот, во Второй мировой войне занимал Черчилль политику по отношению к фашизму, борьбы с фашизмом. Занимал. Или, скажем, вот, руководитель Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки. Крупная империалистическая держава. Империалистическая держава – это такая держава, которая распространяет свое влияние дальше, чем свои границы. Империя. Империя – это такое государство, которое воздействует и влияние распространяет на более широкий круг, чем их территория. Да, они захватывают, подавляют, эксплуатируют, вывозят капитал, забирают прибавочную стоимость. Капитал вывозят в те страны, где рабочие силы дешевле. Правильно? Какой смысл строить в Америке? Лучше построить в России. И пусть здесь будут, вот, в грязи делают машины, а там будут ездить на этих машинах. Хорошо же? У нас есть вот General Motors Company? Есть. Или Ford Motors Company есть. Хорошо же, что они вот здесь вот… Там же надо сваривать, а при сварке там кислород, думаете, выделяется? Или там выделяются такие газы, которые вредят здоровью? Или вот женщины красят эти машины. Видели, как это? Краска, когда с краской общаетесь, это хорошо для дыхания? Не очень, наверное, хорошо. Ну, а что касается разработки самих машин, того, как, какой там, так сказать, сделать мотор, систему управления, это можно оставить себе в Соединенных Штатах Америки. Правильно? Это чистая, хорошая работа. Развивает. А вот символ этого Форда, даже такой вот с Ford Motors Company, это гайковерт. Гайковерт, чего символизирует? Вам приходится одни и те же гайки каждый день закручивать. Одни и те же, с правой стороны и с левой стороны. И так каждый день гайковертом. А что бывает от того, что вы используете гайковерт? А там все бывает вибрация. А что бывает от вибрации? Вибрационная болезнь. Я в свое время, сейчас уже нету конвейера такого. На Кировском заводе был конвейер мощный. Больше, чем 600-500 тысяч тракторов выпускали ежегодно. Там подходит трактор, который собирается. И вот товарищ, который там работает, рабочий, должен вот эти две или три гайки завернуть с помощью гайковерта. Он, конечно, норовит не механически взять, а коловорот лучше, с помощью которого можно ручной гайковерт, потому что он, по крайней мере, не бьет по рукам. Но, в общем, это монотонная работа, которая никакого развития-то особенно человеку не приносит. И так, один день, и второй день, и третий день, и четвертый день, и пятый день, и шестой, и целый год, и второй год, и третий год, и четвертый год, и так далее. То есть работа на конвейере превращает вас в частичного рабочего. А это прогрессивно, конвейер. Правда, он повышает общую производительность труда. Общее-то повышает, а отдельные люди, они от этого деградируют. Потому что они на работе выполнены выполнять сугубо механические функции, не требующие никакого, даже разума не требует никакого. Так, то есть нет такого ничего. То есть где бы ни боролись эти два направления, две линии, прогресс и регресс. Потому что все противоречиво. И таких людей последовательных, которые, ну вот, только в одном направлении идут, а не то, что делают и это, и противоположное, и это, и предположное. Вот почему тогда так славят гениальных людей? Потому что это единицы таких людей последовательных, они вот только вот идут в сторону прогресса. И почти не идут в сторону регресса. То есть это исключительные случаи. Правда, гениальных людей их немного. Вот потом говорят, вот основатель Маркс Энгельс, а что другие не могли до этого додуматься? Ну могли и не додумались. Другие там события, соображения увлекли. Но это на это надо было всю жизнь положить, чтобы разобраться так, чтобы это в их лице разобрались не только они, а человечество. Правильно? А чтобы так вот разобраться, нужно положить очень много сил. Ленин тоже самое, вот он молодой, способный, поступил в Казанский университет студентом, доучился до третьего курса, участвовал в студенческих волнениях, его раз и его исключили. А он уже был дворянином, потому что с 16 лет папа у него получил дворянство, и Ленин стал дворянином. Поэтому мама поехала в Петербургский университет и выхлопотала, чтобы его приняли, разрешили здесь сдавать в Санкт-Петербурге экзамен экстерном. Вот сейчас можно сдать экстерном? Вот если вы все-все уже за пять лет подготовили, все экзамены можете сдать? Ни за что. Никто вам не даст. Нет, вы-то можете, но вам никто не даст. Не дадут. Вам даже засрочно, вот экзамен вы мне сможете сдать? Сдать-то сможете, а оформить не сможете. Никто скажет, нет, ведомости нет. Ведомость появится только вот в числа, когда у вас экзамен. Вот в этот день, когда еще я учился, еще не было такого прогресса, развития. Вы могли пойти в деканат, взять зелененькую такую бумажечку, и там написано профессору такому или доценту такому. Принять экзамены у такой-то. И все. Принял, подписал. Принесли в деканат, они эту ведомость начали заполнять. Ту, которая будет заполнена полностью, когда будет экзамен. Но начать-то можно и раньше, правда? Сейчас это очень тяжело. У меня один случай был за все время преподавания, в последние годы, когда один человек досрочно сдавал. Это я не знаю, может быть, это откуда-то тут идет. То есть, есть те люди, которые отстаивают последовательно, вот скажем, линию прогресса, это носители прогресса, да? Прогрессивные люди, последовательно. Но это не значит, что у них нет отступления, но в целом линию такую отставить. А те люди, которые отстаивают позицию регресса, они кто? Как это называется? Реакционеры. А? Реакционеры. Реакционеры. Такая штука. Есть люди прогрессивные, а есть реакционеры. Но из этого не следует, что прогрессивные люди не делают иногда противоположных поступков. А из того, что есть человек-рекционер, не следует, что он никогда не высказывает чего-нибудь прогрессивного. То есть, мы не должны так это вот изображать красиво, что так все такие, все последовательные, последовательные, без противоречия. Все люди противоречивы. В той или иной мере. А таких людей, которые абсолютно точно придерживаются от одной линии, их не так много. Последовательных людей. Ну вот, как представляется социальный прогресс, если мы на него посмотрим исторически. Сколько, при каком строе больше всего прожило человечество? Менялись, да? Строй. То один, то другой, то третий. При каком строе больше всего прожило человечество? Не знаете? А? В полном счете. Ну, в полном счете. Ну, как надо первобытное, а общенное что? Коммунизм же он называется. Коммунизм – это от какого слова? Комунис. Комунис. А коммунис что означает? Латинское слово коммунис. Что означает? Кто знает? Я чувствую, вы как-то не из науки это берете, а откуда-то из другого черпаете там. У вас там есть ковшик такой. Коммунис. 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 Это прогрессивно, да? Коммунис. Ну, так получилось. Но этот прогресс, регресс включал в себя, да? То есть вот стали люди некогда развиваться, заниматься наукой, искусством, военным делом. А другие что? А другие рабы. А почему? Вот если мы с вами представители разных двух племен, межплеменные у нас, воины. И я вас победил. Наше племя, ваше победило. Кто бы утрабы? Побежденный. Побежденный. Ну, если вы побежденный, вообще вас надо уже убить тогда, если вы побежденный. Правильно? Ну, так. Раньше и убивали. Когда перестали убивать? Когда, если он может сделать столько продуктов, что он сам проживет, и я проживу. Тогда какой смысл его убивать? Ну, подумайте сами. Что, я враг себе? Пусть работает. А потом он взял и меня победил. Собрались, вот так. Я один тут, а вас много. И что? А он посчитал, вот теперь, Михалыч, давайте будете мне определения всякие давать. Заодно капусту будете солить. И картошку будете выращивать. И поехали. То есть, ну, это же прогресс. Раньше убивали людей, которых, противников другого племени. А сейчас не убивают, а им даруют жизнь. Ну, какую жизнь? Жизнь в качестве говорящего орудия. Да? То есть, что вы предпочитаете? Умереть или быть? Вы как гордые, скажете, нет, я лучше умрю. Да? Или в качестве говорящего орудия вы выбираете. Что-то вы так заколебались. Или вам альтернатива эта не нравится такая. Ну, так вот было на переходе от первобытного коммунизма. То есть, вроде коммунизм хорошо, да? Во-первых, матриархат. Это же хорошо. Женщины же правили. Они не мужики. И они эти пойдут собирать, коренья туда-сюда, ловить зверей, добывать пищу. А женщины так должны распределить все, чтобы всем досталось и никто голодным не был. Чтобы были безработные или голодные тогда? Припробовать на общинном коммунизме. Не будет безработных. Пошлю-то еще туда, туда, туда. Женщина умеет распределять кому чего. Жены особенно очень здорово распределять, работают, ментально все распределять. Все будет хорошо. А вот прогресс. В нем есть регресс, да? Регресс сразу виден налицо. Но прогресс в чем? Производительность труда выросла. Из-за того, что стали развиваться науки и искусства, появляются машины такие. Ну, скажем, теорема Пифагора. Когда было в это время? При раввладении выяснено. А эвклидовая геометрия, когда? Которой мы пользуемся. Ничего там не может поменяться в этой эвклидовой геометрии. А Пифагоровые штаны во все стороны равны. Вы сейчас знаете. Теорем Пифагора знаете? Ну. Это же тогда было. Поэтому ничего тут нам только остается вот готовенькое получать. То есть прогресс налицо. А регресс тоже налицо. Рабовладение. Боролись против этого регресса? Восстание Спартака было. Боролись. Победили. А шансы у него были у Спартака? Но если бы победили, был бы другой. Наоборот. Те, кто победили, наверное, тех, кто были раввладельцами, превратили бы в рабов. Скорее всего. Потому что никакой такой теории, никакого прогрессивного учения о том, как устроить строй. Или, скажем, если вы возьмете вождей крестьянских восстаний. Ну вот кого хотели, какой строй хотел учинить Эмильян Побачев? Ну, царь должен быть добрый, хороший, да? Ну, царь осенька разен. То же самое. То есть долго-долго человечество развивалось, пока придумали какой-то строй, который не связан с тем, что царь будет. Или феодолизм. Это вообще чуть до нашего времени уже дошли. До капиталистического строя. То есть прогресс – это очень противоречивое такое явление. То есть, с одной стороны, все время человечество шло вперед. А как оно шло вперед? Производительность труда росла, богатства все больше, культура развивалась, наука развивалась. В условиях рабовладения развивалось это все? Развивалось. В условиях крепостничества. Это крепостничество – это шаг вперед по сравнению с рабовладением. Это же прогрессивно. Если вы были рабыней, а теперь крепостная. Вас уже убить нельзя, это же хорошо. Вам нравится, что вас нельзя убить? Но могут послать на конешню. Некрасов прямо писал. Вчерашний день, в часу в шестом зашел я на Сенове, там били женщину кнутом, крестьянку молодую. И вот Некрасов решил, что это его муза. И он, так сказать, в своей поэзии был верен в этом смысле этой музе. Правда? Великий русский поэт. Поэму написал «Русские женщины». Вы написали поэму какую-нибудь? А что никому не показываете? Ну, она есть, но пока не всем показывает. А что, дорого стоит показать? Сколько стоит прочитать вашу поэму? Здесь все трубили на ведро. Вот что вскрылось, что человек вот уже поэму написал, но не показывает пока. Ну, может, вы еще ее дорабатываете немножко еще? Да. Улучшаете? Так. Дальше что происходило после... Вот сам появление феодализма после рабовладения. Должен прогресс по отношению к работнику тоже был. Правда? Одно дело, раб – это говорящие орудия. А уже крепостного убить нельзя. Нельзя. Не то, чтобы его не убивали. Убивали там, особенно не наказали помещиков. Но по закону нельзя убивать. Уже вызовут люди помещиков, скажут, ну, что же вы убили-то своего крепостного? Ну, нехорошо же. Нехорошо. А так хорошо было. А раба – это вообще нормально совершенно убить. Даже, скажем, если это гладиаторы. Если так покажут, значит, все хорошо. А если так покажут, значит, убить должны заколоть. Так? И все, больше ничего не надо. Как покажут там зрители? Сейчас такого церкви уже нету. Никуда не пойдет, такого нету нигде. Это же интересно, по-настоящему сражались. Не то, что сейчас вот смонтируют там в кино. Да это все артисты. Все это вранье. Всех убивают, прыгают там с домов. Это обман народа. А там по-настоящему с мечами воевали. И кровь лилась. Вот это было зрелище. И хлеба надо еще, и зрелище. И все хорошо будет. Но мы от этого уже ушли. Это прогресс. Прогресс. Объезды не настоящие показывают. Это регресс. Так. Значит, не только уже высшие классы уже начинают возвышаться, да? Что после рабовладельцев появились дворяне. А дворяне, они, во-первых, образованные. Не только, что они победили противника и все. Образованные обязательно. Готовятся к службе. Тайный советник такой. Тайный советник такой. И так далее. Просвещенные. В них хорошие очень дворцы, дома. Вот кто построил. Это капиталисты по сравнению с феодалами Шантропа. Феодалы думали, чтобы красивые дома построить. Красивые. И сколько надо для этого денег, столько и потратят. А эти из-за денег подешевле, и чтобы можно денег много получить. Наоборот, строят однотипные, бесцветные. Ну, посмотрите, вот. Если вы увидите в городе, в Санкт-Петербурге, красивые дома, это когда построено? При феодалитме. Потому что тогда была потребительная стоимость. То есть полезность, красота была на первом месте. А вовсе не деньги. А деньги зачем? А крестьяне построят. Все, он будет работать и построит. А вы нарисуйте хороший проект. А мы его таких наберем тысячи две. И построят. Колонну умеете поднимать? Надо Исаевский собор строить. Учитесь. Займитесь завтра. Но это вам одному не поднять будет. Надо придется, наверное, вот еще товарища брать. Только не меньше, чем вдвоем, да? Да. Ну, а так считается, Монферран построил. А эти все не в счет. Вроде. А Смольный собор построил. Расстрелили. А кто Потемкинский дворец построил, Таврический дворец? Я даже не знаю. Кто построил, не знаете? Старов. А? Старов. А, вот видите. Есть люди, которые знают. Это продвинутые. То есть, период феодализма дал, скажем, обеспечил рассвет архитектуры. А сам-то город Санкт-Петербург кто построил? Ну, как бы Петр построил, но ему тяжеловато одному было. Он там привлекал немножко крестьян крепостных. И, наверное, не только крепостных, а еще и помещиков вместе с крепостными, чтобы они, так сказать, в этом участвовали. А так ему одному тяжело было Петербург-то построить. Ну, а что вот сейчас? А сейчас вот строят только дома для продажи. И, наоборот, посмотрите, вот здания капиталистической эры невзрачные в основном. В основном. Ну, есть неплохие, но невзрачные. Почему? Главное для капиталистов что? Капитал. Не то, чтобы построить, а что я за это буду иметь. Вот что главное. Сэкономить надо. А тут похоже, что феодалы не старались сэкономить, когда они строили такие шикарные дворцы. Но зато какая красота. Так. То есть идет вот этот прогресс общественный. Потом. Значит, после феодализма какой строй? Буржуазный. Свобода. Кого освободили от чего? Освободили трудящегося. От крепостной зависимости и от всего освободили. От всего. У него ни земли нету, ни своих крест производства, ничего нету. Он полностью свободен. Вот вы не полностью свободны. Знаете, у вас ручка есть, вот тут тетрадка есть. Вот от вас от всего освободить, ни телефон забрать. И тогда вы будете чувствовать себя совершенно свободным. Вы хоть знаете, что такое свобода? Что? Что такое свобода через свободу? Я понял, что вы определяете. Это называется логический круг. Кто-нибудь знает, что такое свобода? Кто-нибудь есть конфликтолог, знает, что такое свобода? Или вас совсем замучили тут? Или я буду единственным спасителем, который вам скажет, что такое свобода? Вот вы знаете, вы за прогресс. А свобода-то что? Он в прогресс, в свобода, в прогресс не входит у вас? А, у вас такой какой-то прогресс, оригинальный. А вы там знаете, может быть, что такое свобода? Возможности выбора. Возможности выбора. То есть утопиться, застрелиться или повеситься. Если возможность выбора есть, то это свобода. Хорошо. Это соответствует тому, как был период приватизации. Первая форма приватизации, вторая, третья. Но в любом случае это будет частное предприятие уже, а не государственное. То есть возможность выбора. Хорошо. У нас вот нет свободы выбора. Двойку я могу поставить, а единицы нет у нас сейчас. Вот если была бы единица, то была бы свобода, да? Я спрашиваю, вы что хотите, единицу или двойку? Вы скажете, я единицу хочу, это оригинальнее, чем двойку. Приду. Первые оценки у меня были в школе, единицы. Причем мне папа сказал, ты, Миша, домой и не приноси единицы. Я как только их получил, я дошел до первого подвала, вырвал эти листы из тетрадки, выбросил их. Там единицы были, и оставшиеся листы в эту тетрадку, всю цельную принес. Как мне сказал папа, чтобы я единицы домой не приносил. То есть есть решение. Так, и вот мы добрались с вами до буржуазной эпохи. Это же дальше прогресс пошел. Науки, техники, культуры – колоссальный прогресс. Если еще бы кто-нибудь сказал, что такое свобода. Вот вы не знаете, что такое свобода? Как нам жить-то без свободы? Тяжело. Там ваши забарковали, определения ваши. И вы не знаете, что такое свобода? На кого опереться только на вас? Свобода. Отсутствие ограничений. А? Отсутствие ограничений. Отсутствие чего? Ограничений. Отсутствие, не понял, Дарья. Ограничений. Ограничений. Пшенки сломать все. Немедленно. Вот этим. Чем будем ломать? Бабуку, знаете, металлический такой шар. Или взорвем, к черту. Вообще, тут столько ограничений. Вот смотрите, сколько ограничений. Вы за одним столом сидите, вы за другим, за третьим. Стенки, потолок. И пол тоже ограничения тут. А можно было, чтобы туда провалиться, чтобы не было крыльев. Такое у вас отрицание свободы. Ну вот хочу сказать, что наиболее распространенное из тех определений, которые граждане не знают, это такое, что свобода – это осознанная необходимость. Вот у Гегеля такое. А что вы там мигаете? Думаете, это хорошее определение? Вот вы украли 100 тысяч рублей. Вас посадят в тюрьму. И через два года от ситки вы поймете, что воровать нехорошо. Это у вас будет в голове что? Осознанная необходимость. Вы осознали. Так вам останется еще сидеть пять лет, потому что на семь лет вас укатали. Так что у вас будет свободный выход, когда осознали уже необходимость. Свободный вы считаете будет? А если вы осознанная, то он укрыл. Ну и что, если после этого вы осознанете, что это нехорошо, вы украдете и вас посадят. Это будете свободны, да? Или я даже считаю, что вы не хотите. То есть это высказывание правильное. Всякая свобода и осознанная необходимость. Но это не определение свободы. Ну вот, допустим, вы твердое тело. То есть если вас выбросить из окна, вы упадете, как и я, впрочем. Но это не наше определение с вами. У нас вот мыслящий разум, это вот под вам подходит такое определение, а вы себе такое какое-то выбрали определение. Ну как-то надо выбрать солидное. Вот Маркс дал такое определение. Он все-таки шибко умный был. И определение так звучит. Свобода – это господство над обстоятельствами, со знанием дела. Не наоборот перегородки у вас кругом, а господство над обстоятельствами. Но! Вы же не можете господствовать над обстоятельствами, игнорировать законы природы, общества. Правда? Потому что, ну вот, закон ома вы же не можете отменить. Это такое, которое вы никак не отмените. Никак. Нет таких возможностей отменить закон ома. И закон тяготения. То есть, если вот мы выпрыгнем с вами, даже за руки, если возьмемся, все равно мы упадем. Никто не будет разбираться, кто из тут студент, кто преподаватель. Оба упадут, как два твердых тела. Поэтому свобода – это господство на обстоятельства, но не абсолютное. А господство на обстоятельствах. Если обстоятельства господствуют над вами, вот хочешь, не хочешь, надо сидеть сейчас на занятиях. Это же что? Это не свобода. Правильно? А вот господство на обстоятельствах в сознании дела, вы же сейчас чем занимаетесь? Развитием своего мозга. Поэтому вы это считаете, вот это, это просто знание дела состоит в том, что это без занятий в аудитории не получится, и без перегородок. Ну, что делать? Приходится сидеть, обсуждать, давать экзамены, студентам быть, студенткой быть. Ну, что, да не такое страшное дело. Ну, как это надо жить? Вот это очень великое определение товарища Маркса. Его мало кто знает. Свобода – это господство на обстоятельствах, сознанием дела. Если на меня свалились все обстоятельства, я не могу ничего делать, что захочу, а только мне приходится делать, куда меня вот толкают обстоятельства, тогда человек не свободен. А так вот человек, ну, понятно, что он не может отменить законы природы, а так он свободен, господственны за обстоятельствами. Вот вы кем можете быть? Чем хотите, вы будете. Кто вам мешает? Занимайтесь. Тем более вы уже там что-то написали, как я понял, у вас уже есть концепция. Только никого не показывайте пока. Он и почерк изменил, чтобы никто не прочитал. Нет, а тут сразу узнают это все и выдадут за свое. Так. И вот, значит, после… Смотрите, что получилось. Три формации. Буржуазная, назад, если идти, феодальная, аэровладельческая. Вперед, если идти, аэровладельческая, феодальная, буржуазная. Вот он, линия прогресса, да? Ну, вы, наверное, знаете, что были, так сказать, возвраты к рабовладению, от феодализма, были возвраты от буржуазного строя, снова к феодальному отношению. Была контрреволюция. Вот пришел Наполеон, как бы, на волне буржуазной революции, а потом стал монархом. А потом, вроде как, у него был прогресс, а потом его раз и на остров Святой Елены. Это уже регресс. То есть, в истории все время мы наблюдаем борьбу этого прогресса и регресса, но вот все эти три формации, три общества, это общества какие? Частной собственности. В основе лежит частная собственность на средства производства. Что рабовладение, что феодализм, что капитализм. Правильно? А коммунистическое общество, это возврат? К чему? К общественной собственности на средства производства. Социализма, нет такого отдельного общества социализма, потому что социализм, это просто низшая пада коммунизма. По определению, которое Марк давал в критике Готской программы, он вообще слово социализм не употреблял. Там написано, вот коммунизм в первой своей фазе не может быть вполне свободным от следов или традиции капитализма, что родимые пятна капитализма остаются. Из кого вышел коммунизм, выходит? Из какого строя? Из капиталистического. Значит, кто мама коммунизма? Капитализма. Ну, капитализм, мама. А как надо к маме относиться? Ну, можно и ругаться с ней, но уважать надо. Ну, капитализм надо уважать, потому что при капитализме создаются все предпосылки для коммунистического строя и крупное машинное производство, общественный характер производства. Уже не нужен капиталист, уже без него идет, уже управляющий у него идет. Как сейчас вот капитализм организован? Если я вот крупный капиталист, и у меня большой капитал, как мне надо себя, как я могу себя вести? Так, кто хочет быть у меня генеральным директором? Вы не хотите у меня генеральным директором? Нужен генеральный директор? Я сейчас уеду на острова, а вы будете всем управлять. Ну, хорошую зарплату получите. Сколько вам надо зарплаты? Сколько? Если вы не говорите, значит, не подходите. Даже вы не знаете, какая зарплата. Как вы можете вообще добыть мне богатство? Я же вас поставить хочу генеральным директором, чтобы я разбогател, а не только вы. А вы даже сами не хотите разбогатеться. А вы не хотите у меня быть генеральным директором? Сколько миллионов вам надо дать в месяц? Нет, это не серьезно. Не серьезно. Ну, у нас члены наблюдательного совета в Роснефти получают 28 миллионов в месяц. Я вас на хорошую работу беру, а вы, говорите, полтора миллиона. Ну, это не серьезно. Не, не беру. Пойду в другую группу сейчас. У меня еще есть лекция. Там найду. Ну, как сейчас? Вот и все. Я вот поставил генерального директора. Условия у меня очень простые. Вот как только у вас прибыль будет снижаться, так вы уволены. А если они не будут снижаться, вы работаете. А мне что делать? А что? У нас там что? Купаться, загорать? Вилла там есть хорошая. Там найду, что я делаю. Зачем мне вмешиваться в этот процесс? Сейчас капитализм на какой стадии? Он позволяет так себя вести? Собственник? Позволяет. То есть, собственники для производства уже не нужны. Поэтому мир созрел для общественной собственности снова, для средств производства, но на основе вот, так сказать, освоения всего богатства, в том числе и духовного, и материального, которое достигнуто в лоне частно-собственности технических формаций. Поэтому можно считать, вот как-то сейчас, любят все короче, что короче, так долго считать, до пяти, пять формаций, это с ума сойдешь считать. Первобытный общий коммунизм, потом рабовладение, феодализм, капитализм, пять, а нельзя короче, можно, всего три формации. Первая формация, основанная на общественной собственности, первобытный коммунизм, вторая, которая состоит из трех, рабовладельческая, феодальная и капиталистическая, это как бы одна частно-собственническая формация, большая, тройная, но есть тройная эти колонны, почему не может быть тройной информацией. Так, и, наконец, коммунизм, как отрицание, отрицание, вот так больше видна диалектика развития. То есть, частная собственность, общественная собственность, ее отрицание, и отрицание, отрицание, про которое Маркс писал, и Энгельс тоже, что мы свое учение можем выразить одной фразой, уничтожение частной собственности. Ну как уничтожать частную собственность? Пойти ломать, что ли? Заводы, фабрики, машины ломать. И это разве называется уничтожение частной собственности. Уничтожение частной собственности имеется в виду социальное установление такого общества, которое является общественной собственностью. То есть, как только вы общественную собственность установите, уже не будет частной. Ну не установите, будет частной. Вот у нас сейчас, у нас Россия страна экспериментов, У нас была частная собственность, феодальный строй был в конце 19 века, в начале 20 века был феодализм еще, потом раз буржуазная революция, и этот буржуазный строй существовал от февраля до октября. Потом раз социалистическая революция, уже через 18 лет уже построен социализм, то есть коммунизм в первой фазе. Потом раз и развивается этот коммунизм, и доразвился до того, что обогнали мы другие страны и по темпам роста производительности труда, по темпам экономического развития, по научно-техническому прогрессу, по образованию, по науке, по культуре. Человека в космос запустили, и спутник. Потом раз, спасибо Никиту Сергеевичу Хрущеву, раз, и вернулись назад. Регресс, реакция. И снова мы находимся в каком-то обществе. Я-то и там, и там был, мне хорошо. Я побывал и при коммунизме, и при капитализме, я сравнить могу. А вам теперь придется пожить при частной собственности, при капитализме. Так что не ждите большой стипендии, потому что ваша большая стипендия – это вычет из доходов класса капиталистов. Ну, как вы понимаете, если вам дать большую стипендию, тогда мне больше, меньше получать, пойдет. У Академии наук отобрали институты, а вы хотите, чтобы у вас стипендии не отобрали. У вас курс отобрали, вы сколько лет-то учите? Четыре. А мы в мрачные годы, тоталитаризм и культа личности учили пять лет. Бесплатно. А зачем отобрали у вас один год? Это хорошо или плохо? Это прогресс или регресс? Специалисты – это плохо? Нас вот обучали здесь на повышение квалификации. Чем отличается бакалавра от специалиста? Не может преподавать в УЗИ, не может поступать в асферантуру, и не может в своем подчинении, если он будет на госслужбе, иметь больше одного человека. Что сделали-то? А чтобы вы, если хотите, еще два года учитесь в магистратуре. А в магистратуре учатся сами, знаете, раз-два и общался. Потому что нельзя же шесть лет на шее у родителей. Ни родителям не выдержать, ни вам не выдержать. Поэтому так вот получается. Но мы исходим из того, что есть сейчас, правильно? Мы будем бороться за прогресс в любых обстоятельствах или в хороших только будем бороться? Наверное, за прогресс надо тем более в плохих обстоятельствах бороться. Наша доблесть на министерство закрыла за три года половину ВУЗов страны. Половину. Поэтому то, что у вас один год отобрали, это мелочь. Реформа здравоохранения прошла. Вот оттуда можно еще деньги забрать. Это же бесплатно же лечат их. Зачем их лечить? Если человек заболел, так это естественный процесс. Естественно. Не надо вмешиваться в природные условия. Короче говоря, на 7% сократились расходы на здравоохранение за три года. Вот опять экономия. Вот думцы сидят у них, и зарплата 400 тысяч в месяц. Вам это не понять со своей стипендией вообще, что это такое. 400 тысяч. А пенсия у них тоже. Вот весь два пенсионных закона у нас. Как положено в обществе, в котором есть эксплуатация. Один о пенсиях госслужащим. А другой о трудовых пенсиях в РФ. Так вот, по пенсиям госслужащих 75% от дохода. То есть, те, кто 10 лет проработали на госслужбе, 300 тысяч будут вот эти думцы получать. При выходе на пенсию в месяц. Пенсии будет. Пенсионерки такие будут сидеть, по 300 тысяч получать. Так что вот. То есть, короче говоря, вот эта тема прогресса и регресса, она очень интересная и очень важная. Очень важная, потому что мы так смотрим, можем все движения жизненные увидеть, отследить и оценить. И оценить не субъективно, а с точки зрения развития вперед. Как это увязывается с общей линией развития? Увязывается или нет? Если уничтожается предприятие, если, скажем, уничтожено на 80% наше машиностроение за годы, с начала 90-х, это прогресс или регресс? Я тоже думаю, что это не прогресс. И данные такие. Или у нас до 90-х годов было превышение смертности, рождаемости над смертностью. Но рождается больше, чем умирают. Как только наступили 90-е годы, так наоборот. Как это называется, крест России. Представьте, вот эта линия была роста рождаемости, а это, значит, была смертности. И вот рождаемость пошла вниз, а смертность пошла вверх. Они пересеклись. Вот это называется либеральный крест России. По-новому будем жить. Пусть эти уходят, освобождают место для новых. Быстрее освобождают, чем нарождаются. О, как все просторнее и просторнее становится в России. А поскольку стало так просторно, что не хватает уже работников, давайте завозить из бывших стран Советского Союза, из других республик, гастарбайтеров. И технику заодно не надо производить. Если вам надо маленькую ямку выкопать, ну, три гастарбайтера. А если большую яму, 300 гастарбайтеров. Зачем? Зачем эти экскаваторы-то? От них грохота, бензин надо добывать. Платить экскаваторщик. Вот этим вот раз, раз, раз. Заплатил и дешево, и сердито. Так что тот, кто собирается ко мне быть генеральным мечтарем, пусть правильным генеральным директором настраивается, чтобы этих не распускать. Сильным денег много не давать. Правда? А то так вот стройные, подтянутые все. А то что это такое? Ну, вот вы понимаете, что эта тема, на самом деле, она настолько обширная, мы-то просто так ее взяли в историческом ключе, что просто нужно привыкнуть в себя, привыкнуть, решать все проблемы с точки зрения борьбы, прогресса и регресса, реакции и развития. И, скажем, все наши деятельности конфликтологические должны быть направлены на то, чтобы конфликты решать таким образом, чтобы обеспечивать линию прогресса. И это очень сложно в наше время. Очень сложно. Потому что, а бы как разрешить, несложно. Если мы просто помиримся, давайте, я как сидел у вас на шее, так и буду висеть. То есть, так просто не помиришься. Дескать, давайте вот будем мирно жить. Ну, как вот мирно жить, вот всеми, кто залез к вам в карман, как вы будете с ним мирно жить. Поэтому тут вопрос. Так, на этом мы сегодня закончим. И следующая тема у нас будет социальная революция и социальная контрреволюция. Продолжение следует...